Ноябрьск-24 продолжает свою работу. Прямо сейчас о главных темах вторника. Ситуация стабильная, но тяжелая. Врачи ЦГБ рассказали о ковид-обстановке в Ноябрьске. Времени все меньше. На утверждение планов работ по капремонтам остается месяц. И время исполнять мечты. На Ямале стартует традиционная акция «Елка заботы». Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ноябрьске стабилизируется. Об этом журналистам Ноябрьск-24 сообщили в городской больнице. Правда, эпид-обстановку едва ли можно назвать благополучной. В ковид-госпитале на сегодня 142 пациента. 52 из них находятся в тяжелом состоянии. За жизнь еще 12 человек. Врачи борются в реанимации. Пока единственной защитой от тяжелых последствий и болезней по-прежнему остается вакцинация. Поставить прививку можно в городскую поликлинике, в спорткомплексе «Зенит» или в Ноябрьск парке. Особенно актуально это в декабре, поскольку многие планируют выехать на новогодние каникулы за пределы региона. Месяца как раз хватит на формирование иммунитета. По последним данным, от коронавируса в Ноябрьске привились 28,5 тысяч человек. В день прививку ставят около 250. Вакцинируются пациенты активно от коронавирусной инфекции, то и от гриппа. С учетом того, что их разрешили ставить в один день в разные руки, то можно прийти и провакцинироваться сразу от двух вирусных заболеваний. Считается, что в течение трех нормальный это гриппоподобный синдром, то есть повышение температуры тела до 38 градусов, это ломота в мышцах, головная боль, слабость. То есть это должно быть не более трех дней беспокоят пациента. Но бывают также те пациенты, которые не ощущают этих побочных эффектов. Жителям домов, в которых в следующем году запланирован капитальный ремонт, необходимо до конца года утвердить перечень работы и их стоимость. Об этом напоминает региональный оператор фонд капремонта ЕНАУ. Собственники должны провести общее собрание и помимо списка работ выбрать представителя, который будет участвовать в приемке. Решение должны утвердить не менее чем две трети владельцев жилых помещений. В первоначальный план капремонта на 2022 год включены 236 многоквартирных домов на Ямале. Среди них 35 домов расположены в Ноябрьске. Почти 100 ноябрьских семей воспользовались возможностью оформить социальный контракт. Это такой вид соцпомощи, который помогает преодолеть трудные жизненные обстоятельства. В отличие от классических пособий, эта мера поддержки направлена на то, чтобы у человека появился стабильный источник дохода. Средства, которые выплачиваются по контракту, должны использоваться исключительно по назначению. Заключить такой договор можно по трем направлениям. Для поиска работы, введения бизнеса или подсобного хозяйства. При этом человек должен быть признан нуждающимся в матпомощи. Заявления от желающих оформить социальный контракт принимаются в МФЦ. Составляется программа социальной адаптации, где прописываются индивидуально для каждого условия. Если эти условия не выполняются, соглашение расторгается. В целях поиска работы они в течение одного месяца должны трудоустроиться. Если они не трудоустраиваются, выплата прекращается. Если трудоустраивается, то еще три месяца мы платим. Получить меры социальной поддержки на Ямале станет проще. Теперь органы соцзащиты будут самостоятельно запрашивать необходимые документы. Специалисты обратятся в другие ведомства за копией паспорта. Заключением, что гражданин нуждается в постороннем уходе. Также они смогут запросить справки из образовательной организации или справки в санаторий. Кроме того, удостоверение многодетным будут сразу выдавать до достижения ребенком 23 лет. Срок рассмотрения заявлений на некоторые выплаты сокращен с 20 до 15 рабочих дней. Гулять в скверах Ноябрьска стало безопаснее. Сразу на двух городских площадках заработали камеры видеонаблюдения. Речь о сквере геологов и зоне отдыха мать и дитя. На их территории разместили в общей сложности 18 камер. Особое внимание здесь уделили детским качелям, аттракционам и пешеходным дорожкам. Объективы нескольких камер направлены в их сторону. Сделано это для того, чтобы снизить количество нештатных ситуаций и ускорить реакцию экстренных служб. Камеры устойчивы к морозам и будут работать в круглосуточном режиме. В эти строй устройства не должны даже при минус 40 градусах. За этим будут следить техники Ростелекома. В Ноябрьске построят две метановые заправочные станции. Комплексы появятся в городе уже в 2022 году. Об этом сообщили в Управлении экономического развития администрации муниципалитета. По словам экспертов, популярность метана растет. Это связано с его экологичностью и дешевизной в сравнении с бензином и дизелем. Затраты автомобилиста на топливо снижаются практически вдвое. А в Ноябрьске под строительство заправочных комплексов выделено два земельных участка. Оба будут располагаться в районе Кольца на промзоне. Субтитры предоставил DimaTorzok Они там сделали кардиограмму, все так и так. И потом сказали, собирайся, и я пропал. Его сердце остановилось в Рождество. Сначала защемило в груди, вызвали скорую. Александр уже собирался в больницу, как вдруг остановка. Прямо на руках у врачей. Я повернула голову, и вдруг и сразу увидела, что он теряет сознание. И буквально через несколько секунд потерял он сознание, и мы уже демонстрировали сразу. Клиническую смерть переместили его на пол и начали все делать. Ее бригада почти всегда под номером один. Врачебная. Та, на которую выпадают самые сложные случаи. И это был один из них. Девять минут на грани жизни и смерти. Девять минут отчаянной борьбы за пациента. Очнулся уже на полу, на носилках. Она меня, да, я ее за руку держу, она мне, давай, 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 просыпайся, просыпайся. Для нее это не рекорд. За жизнь одного из своих пациентов Вероника Сурикова боролась почти целый час. Кругом безжалостная пандемия. Она в полной защитной экипировке. Как замурованная, почти никого не видно и не слышно. И снова смогла. Вопреки. Да сколько угодно. Сколько угодно может продолжаться борьба. Но если, допустим, человек дал клиническую смерть, мы обязаны по стандартам делать реанимационные мероприятия 30 минут. Если за эти 30 минут мы добились восстановления сердечной деятельности, а потом вдруг снова повтор клинической смерти, то мы снова делаем 30 минут. И так бесконечно. За эти годы, где только не приходилось спасать, в квартирах, домах, на улице и даже в служебной машине. Верная и надежная карета скорой вмиг превращается в реанимацию и даже родзал. В салоне «Газельки» Вероника Сурикова не раз снова возвращала к жизни и помогала появиться на свет. Мы принимали роды на дороге. Зимой, когда было минус 45 градусов, прямо в машине скорой помощи, когда все это произошло быстро, внезапно, мы родили девочку, такую замечательную девочку. И вот это вот очень приятно. Попробуйте принять роды в этой машине, когда тут вот так все мало. Здесь очень мало места. И подходить к больному можно только с одной стороны. К сожалению, перемещаться очень проблематично. О ее заслугах знают не только в Ноябрьске. В этом году Вероника Сурикова вошла в тройку лучших скоропомощников в стране. Она отдала медицине 30 лет своей жизни, завалив на хрупкие женские плечи ответственность за спасение жизни чужих. Их даже не десятки. Счет давно идет на тысячи. Тысячи незнакомцев, ради которых Сурикова жертвует многим. Но делает это по зову сердца. Остаться в медицине могут только те, которые могут. Только те, которые любят свою работу и могут вообще вынести все, что она предлагает. Были, конечно, какие-то неприятности в жизни, которые заставляли задумываться, а нужно ли мне все это и могу ли я это вынести. Но потом как-то отдохнешь, подумаешь и понимаешь, что от другого в твоей жизни быть не может. Без этого ты просто не можешь жить. Не только поддерживает, но и помогает медику. Вообще, вообще даже не представляла. Мне когда накануне позвонили, сказали, что там кто-то вам позвонит, вы уж ответьте. Ну зачем? Я должна кому? Я должна ответить вообще. Ну спасибо огромное, конечно. Елка заботы вновь исполнит новогоднее желание маленьких ямальцев. В округе стартует традиционная благотворительная акция. Третий год подряд она помогает осуществить заветные мечты тех, кто больше всего нуждается в заботе и внимании. В этом году подарки получат 500 детей с ограничениями по здоровью. Это вдвое больше, чем в 2020. Для этого юным ямальцам нужно рассказать о своей мечте на портале «Живем на севере». На этом же сайте могут зарегистрироваться и те, кто захочет помочь ребенку исполнить его желание. Доставлять подарки начнут с 20 декабря. Ямал-Ири начинает свое турне по региону. Опубликован график «Большого путешествия». Первый пункт, который посетит волшебник – Горнокнязевск. А в ноябрьске его ждут 12 декабря. Всего за декабрь ямальский Дед Мороз порадует жителей 18 городов и поселков. Где именно и когда Ямал-Ири устроит праздничное шоу, он будет сообщать на своей странице в Инстаграм. Следите за соцсетями и встречайте волшебный трекол в своих муниципалитетах. В этом году в ноябрьске пройдет в два раза больше новогодних мероприятий, чем в прошлом году. Об этом во время прямого эфира в Инстаграм рассказала замглавы администрации города Наталья Филанец. Представления состоятся в досуговых учреждениях, музейном ресурсном центре и библиотеках. Горожан ждут квесты, концерты, утренники. Череда праздничных торжеств начнется с середины декабря. Также в городе пройдет праздничная елка, на которую пригласят две сотни одаренных школьников ноябрьска. Помимо этого наши дети еще отправятся на елку. Впервые в этом году елка будет губернаторская. Нас отправляются 53 человека на губернаторскую елку. Это талантливые дети. Это дети с ограничениями возможностями здоровья. 53 человека едут в Салихард. Для этого все уже организовано, куплены билеты и в принципе мы готовы наших детей отправить. Жители ноябрьска ждут погодные качели. Температура воздуха на этой неделе будет меняться от минус 1 до 30 градусов мороза. Как раз так и начнется календарная зима. Минимальная температура будет зафиксирована в ночь на 1 декабря. Днем температура прогреется до минус 9. 2 декабря столбики термометра максимально приблизятся к нулевой отметке. В пятницу немного похолодает до минус 3. Затем последует резкое похолодание. В субботу уже будет минус 18. При этом на протяжении всей недели ожидаются осадки. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях.